Сегодня в Бресте стартовала профилактическая акция, направленная на пресечение нарушения правил дорожного движения пешеходами. В поле зрения сотрудников ГАИ попадают в том числе и велосипедисты, а также пользователи электросамокатов и гироскутеров. Милиционеры проводят беседы, направленные на пресечение нарушений ПДД пешеходами, и еще раз напоминают, что пересекать проезжую часть дороги необходимо в специально отведенных для этого местах. На территории Брестской области с начала текущего года зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в результате которых 8 человек погибло и 27 получили травмы различной степени тяжести. В целях минимизации дорожно-транспортных происшествий с участием пеших участников дорожного движения на территории Брестской области будет проводиться с 8 по 12 апреля областная профилактическая акция «Пешеход соблюдай ПДД». По словам инспектора, самые частые оправдания, которые ему приходится слышать от нарушителей. «Я спешил, не видел рядом переход, я задумался». Однако невнимательность не повод для совершения нарушения. В этом случае предусмотрена административная ответственность. На первый раз это предупреждение. Далее штраф от одной до трех базовых величин. Если нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения от двух до восьми. «Если часто нарушают, то штрафовать. Если один раз в жизни такое происходит. Бывают у человека какие-то в жизни стрессы, события, когда он идет, куда получается. Наверное, надо первый раз поговорить с ним, предупредить, чтобы он так не делал. Но это мое такое мнение». Особое внимание нужно обратить на пожилых граждан. Это одна из самых неконтролируемых категорий участников дорожного движения. Среди причин происшествий с пожилыми людьми существенную роль играют возрастные изменения. Замедленная реакция, слабое зрение, слух, плохая ориентация в интенсивном движении транспорта. «Какое самое главное правило все-таки для пешеходов? Ну, я думаю, быть внимательным». «Быть внимательным, да? То есть при пересечении проезжей части посмотреть по сторонам?» «Конечно, посмотреть по сторонам и думать не только о себе, о близких, если они есть, к счастью, потому что это большие неприятности, большое горе». «Наказывать пожестче. Я думаю, в принципе, как водителей за употребление алкогольного напитка за рулем. Если будет такое наказание, я думаю, люди задумаются, а так им как бы базовую дверь выпишут, он сегодня перешел, завтра заплатил и опять ходит там, где не положено». «Как Вы считаете, какое самое главное правило для пешехода? Самое главное?» «Да». «Внимательность и осторожность». «Внимательность и осторожность, да». «Я так думаю». «Вы так думаете? А какие есть все-таки, встречаются ли часто нарушения? Вот какие Вы знаете? Какими правилами пренебрегают пешие участники дорожного движения?» «Ну, когда быстрее надо на автобус бежать, тогда летят». «Летят, переходят». «Сама когда-то так летала». «А сейчас так?» «А сейчас все». «С опытом, то есть приходит осознание, что так делать не надо, да?» «Да, когда чуть не попала под автобус, тогда сказала «все». «Дима, подскажи, на какой сигнал светофора нужно дорогу переходить?» «Зеленый». «Зеленый, молодец». «Госавтоинспекция призывает всех соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и осторожными, вне зависимости от того, кто Вы – пешеход или водитель». «Госавтоинспекция призывает правила дорожного движения и быть миним prohib κά curbи с заплаты. И вы примете следую дальше tavо на улице. То есть все, обратно , Foregоген partie своем см lie. Это нетى совпадING с прибыли к другふ,